Всем добрый вечер. Я думаю, что мы можем начинать. Меня зовут Дарья Касьяненко. Сегодня я буду проводить для вас семинар «Как использовать искусственный интеллект, чтобы помочь себе учиться». Я эксперт Центра непрерывного образования в факультете компьютерных наук, старший преподаватель Департамента больших данных и информационного поиска ФКН и аспирант Института образования. Спасибо, что подключились к вебинару от Центра непрерывного образования. Команда Центра организует программы дополнительного образования для взрослых, которые решили сменить профессию или получить новые знания и инструменты для текущей работы. И пока мы все с вами подключаемся и настраиваемся, отмечу, что уже 8 ноября стартует курс специалист по Data Science. Преподаватели на курсе — это мои коллеги-эксперты из IT-компании, чья работа связана с большим количеством данных, анализом данных, машинным обучением, нейронными сетями, о которых сегодня чуть-чуть поговорим. А также это преподаватели факультета компьютерных наук Вышки. Я в том числе преподаю на этом курсе и обучаю Python основам по автоматизации анализу данных на языке Python в первом модуле. На всей программе вы изучите основные инструменты и методы, с которыми работают Data Scientist и также узнаете, какие задачи они решают. В программе будет несколько проектов, включая итоговые, которые вы будете писать в сопровождении нашего эксперта. Все занятия у нас проходят точно в главном корпусе Вышки на Покровском бульваре 11 в вечернее время, поэтому это очень удобно совмещать с работой. И занятие у нас проходит два раза в неделю, каждое занятие записывается, поэтому вы всегда сможете их пересмотреть. Сейчас мои коллеги в чат скинут вам ссылки на сайт, где вы сможете ознакомиться и с другими курсами. А если вдруг у вас появятся вопросы по курсам, то вы можете писать на почту. Вот моя коллега Алина уже скинула это в чат. Теперь переключаемся к моей презентации и давайте с вами начинать. О чем мы сегодня поговорим? Ну, во-первых, порассуждаем о том, как концепция lifelong learning, то есть обучение длиной в жизнь, вписывается в эру искусственного интеллекта. Почему искусственный интеллект пока не может учиться за нас? Потом посмотрим на несколько инструментов, которые я отобрала. Они бесплатные, они доступны без VPN из России, и я думаю, что они могут вам помочь учиться. Все эти инструменты, которые я покажу, они основаны на запросах, которые называются промптами, поэтому мы посмотрим также, где можно научиться навыкам общения с машинами. Ну и в конце чуть-чуть напомню, как ставить цели, чтобы помочь себе учиться. Впервые концепция обучения длиной в жизнь, то есть lifelong learning, она была представлена аж в 60-х годах в материалах ЮНЕСКО. И многие из нас не прекращают учиться после выпуска из университета, поскольку знания стремительно устаревают, а люди приобретают новые специальности и чаще, чем раньше, меняют профессии. Ну, показательный пример. В 2020 году пандемия заставила нас всех учиться новому и жизни, и работе в онлайне. Два года спустя, в 2022 году, был лично представлен чат GPT-сервис. И это, в общем-то, был настоящий прорыв, и многим показалось, что у нас или отберут работу, или мы наконец-то сможем перепоручить работу искусственному интеллекту, а сами будем отдыхать или заниматься более приятными делами. Но в целом быстро стало понятно, что искусственный интеллект — это не панацея, а чтобы получить от чат GPT информацию в нужной форме, необходимо учиться еще и с ним общаться. В итоге lifelong learning так и остается ключевым инструментом для успешной адаптации к вызовам современного мира. Коллеги, еще забыла сказать, что у нас где-то основная часть займет, я думаю, минут 35-40, и потом я отвечу на все вопросы, которые будут в чате. Продолжаем. В общем-то, у нас нет надежных данных со времен пандемии, но до этого времени Росстат замерял почти каждый год, сколько людей продолжает обучаться на программах дополнительного образования. В 2019 году это была четверть от общей численности занятого в области экономики населения, и логично предположить, что с пандемией бумом онлайн-курсов эта доля стала еще выше. Также в 2020 году Росстат опросил 100 тысяч домохозяйств о непрерывном образовании. И тем, кто проходил курсы, таких оказалось примерно тоже около четверти, им задали вопрос, зачем вам это все нужно. Выбор был множительный, поэтому если вы просуммируете все эти проценты, вы получите больше, чем 100%, все нормально, так задумано. На первом месте, конечно, получение новых знаний и затем достижение более высоких результатов работы. Если вы посмотрите на разрез, чему обучаются на программах дополнительного образования, то вы увидите, что компьютерным наукам на самом деле учатся порядка 2,5% от общей численности обучающихся на вообще курсах дополнительного профессионального образования. Первые места занимают педагогические науки, медицина и экономика. Это связано в том числе с требованием для отдельных специалистов постоянно проходить курсы повышения квалификации. В итоге у нас есть огромное количество людей, которые непрерывно обучаются, обучаются сложным вещам, меняют свои профессии. А тут у нас возникает еще и сервисы искусственного интеллекта, тот же чат GPT. Наверняка возможности, которые нам представляет искусственный интеллект, могут нам помочь учиться и быть более эффективными специалистами. Прежде чем мы с вами посмотрим на инструменты искусственного интеллекта в деле, давайте сначала поговорим про ограничения и определимся с терминологией. Важно понимать, что само словосочетание «искусственный интеллект» у нас сильно искажено представлениями поп-культуры о том, что это такое. Космическая одиссея Стэнли Кубрика, где был представлен Эл, культовый персонаж «искусственный интеллект», который способен пожертвовать человеческими жизнями ради достижения той цели, которая была поставлена перед космической экспедицией. Или, например, репликанты в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, которых было не отличить от настоящих людей. «Матрица» Вачовский, конечно же. В общем-то, отсюда растут, мне кажется, наши нереалистичные ожидания от появляющихся сервисов, и нам кажется, раз уж это некий сверхмощный разум, как мы много лет осмысливали, что такое искусственный интеллект в поп-культуре, нам кажется, что и диплом он за нас напишет. Мы уже видели, да, как это может быть в фильмах. Поэтому давайте посмотрим на ограничения на примере чата GPT как самого задокументированного и наиболее мощного на текущий момент чат-бота с искусственным интеллектом. В первую очередь давайте определимся с терминами. Для начала, да, что такое генеративный искусственный интеллект. Также его называют Gen AI, да, по-английски просто сокращение. В общем-то, это тот тип искусственного интеллекта, который генерирует нам тексты, изображения, музыку, все что угодно в ответ на подсказки, на те самые промпты. Большая языковая модель – это модели общего назначения. Они прекрасно справляются с широким спектром задач, в отличие от моделей, которые обучались для одной конкретной задачи. Например, анализ настроения, распознавание именованных сущностей или какие-то математические рассуждения. В общем-то, большие языковые модели могут это все и сразу. Они хорошо умеют, хорошо схватывают большую часть синтаксиса и семантики человеческого языка, и также они демонстрируют значительные общие такие знания о мире, и они способны запоминать в кавычках большое количество фактов во время обучения. GPT – это на самом деле расшифровывается как генеративный предобученный трансформер, и это тип нейронных языковых моделей. Они впервые были представлены компанией OpenAI, это как раз разработчики чата GPT, и они обучаются на больших наборах текстовых данных для того, чтобы генерировать текст, схожий с человеческим. Такие модели еще называются стахастическими попугаями, стахастические от греческого «случайно угаданный», то есть стахастические попугаи хорошо генерируют тексты, но не понимают их значения. В общем-то, как попугаи, которые подражают человеку. Ну и Prompt Engineering – это искусство составления вопросов или инструкций для языковых моделей. Я уверена, что многие из вас, кто работал когда-нибудь с чатом GPT, знают, что чтобы получить то, что вам нужно, надо достаточно долго помучать сервис, чтобы он вам отдал не просто некий набор каких-то там рандомных фактов или текстов, а именно то, что вам нужно. Ну и еще тоже оговорюсь, что чат GPT – это сервис, внутри которого лежит GPT 3.5. Это уже языковая модель, на основе которой основан чат-бот. То есть, по сути, чат GPT – это сервис, который умеет формулировать связанный текст, но не способен синтезировать, например, новые идеи или правильно генерировать вывод. Тем не менее, то, что лежит под капотом GPT, конечно, впечатляет. Вот здесь у вас на таблице четыре модели GPT компании OpenAI. Первая вышла в 2018 году и обучалась на 40 гигабайтах данных. Количество параметров у него было 117 миллионов. И, в общем-то, эта модель выполняла задачи NLP. NLP – это Natural Language Processing, то есть обработка естественного языка. Он умел дописывать тексты, она модель, и отвечать на вопросы. GPT-2 удалось получить чуть больше параметров, значительно больше параметров, и модель научилась решать более сложные задачи – это машинный перевод и обобщение. GPT-3 – это та модель, на основе которой мы с вами познакомились с чатом GPT. Там было данных для обучения 17 тысяч гигабайт, количество параметров было 175 тысяч миллионов. Я думаю, что многие из нас использовали, знают, что это такое, видели, что способна модель писать связанные абзацы, генерировать целые статьи и может адаптироваться в зависимости от ваших запросов. То есть вы можете скорректировать путь, которым вас ведет модель. Ну и GPT-4 была представлена в 2023 году, сейчас она лежит в основе чата GPT-4, это платная сейчас версия. Компания заявила, что данных для обучения был 1 миллион гигабайт, подтверждений пока нету среди исследователей. Ну и что, да, смогли сделать 1,7 триллионов параметров, что, конечно, гораздо выше. Соответственно, новая модель, у нее повышенная надежность и возможность обработки более сложных инструкций. Ну и, как я сказала, да, некое такое summary, что действительно модели могут генерировать идеи и тезисы по каким-то ключевым словам, и переводить могут, и анализировать могут, да, но у них нет никакой верификации с внешними источниками, потому что GPT не знает ничего о мире после 2021 года, даже GPT-4 модель была обучена на данных, которые были собраны до сентября 2021 года. Сам чат GPT не подключается к интернету, у них была такая опция, потом они ее отключили, потому что это очень дорогие вычислительные мощности. Соответственно, сама модель чат GPT знает только вот то, что в нее было загружено до 2021 года. Естественно, она может выдавать неправильные ответы, может придумывать несуществующих людей, ссылаться на несуществующие ссылки, да, и часто-часто, это то, что мы видим в том числе, например, у наших студентов, которые используют чат GPT, у них получается очень такой стройный текст, красивый, да, прям вот замечательный, но выводы абсолютно не совпадают с рассуждениями, да, часто они прям вот неверные или контринтуитивные, поэтому это тоже в целом сразу видно. А теперь давайте поговорим про инструменты искусственного интеллекта для обучения, да, не чатом GPT. Соответственно, я подобрала 7 инструментов, еще один для организации жизни и цели, все они бесплатные, но у некоторых есть ограничения на бесплатных тарифах, и они доступны без VPN. Мы будем их с вами тестировать так. Мы будем задавать вопросы о том, как составить нам план, да, как выучить Python, и будем просить написать программу Hello World на Python. Поскольку я преподаю как раз Python, да, и мы с всеми моими учениками, да, слушателями всегда первым делом пишем программу Hello World, да, где нам просто нужно напечатать, чтобы вывелось нам в консоль Hello World. Это давняя история, да, что эту программу пишут практически все начинающие программисты, и такая коннотация, что программа, начиная работу, как бы рождается и приветствует мир, в который она приходит. Условно я разделила эти инструменты для учебы на три вида. Первый – это Q&A, это формат чата, то есть общение с виртуальным помощником, запрос каких-то, да, решений от этого самого виртуального помощника. Дальше второй формат – это summary, это выделение ключевых идей и обобщение материалов, желательно по одной кнопочке, желательно сразу из, да, из всей войны и мира на три абзаца получить summary. И последний – это solution, это подробный разбор решения задач. С одной стороны, кажется, что solution вшит, например, в чат-бот GPT, но на самом деле сейчас развивается отдельное направление, которое называется ADD GPT, то есть Education GPT, и там, на самом деле, пока есть готовая модель трансформер всего одна, математическая, мы тоже с вами на нее посмотрим. Но перед тем, как мы с вами будем смотреть на остальные сервисы, сейчас я начну демонстрацию экрана. Вот так. Я покажу вам для начала самый первый, в общем-то, инструмент, и это у нас с вами переводчик DIPL. Так, а вы, да, вы должны все видеть. Переводчик DIPL. Переводчик DIPL, он гораздо мощнее, чем Яндекс-переводчик или Гугл-переводчик, используют сверточные нейронные сети, вычисляются на суперкомпьютеры, которые находятся в Исландии. И, в общем-то, он очень удобно переводит текст. У них также недавно появился раздел DIPL-Write, в котором вы можете писать текст, и его вам предлагают улучшить. Это что-то похожее на Grammarly, если вы когда-нибудь сталкивались с такой программой, которая тоже позволяет вам редактировать ваш текст, смотреть, насколько хорошо вы там все написали. Пока не поддерживает... DIPL-Write не поддерживает русский, поддерживает только английский и немецкий, но переводчик поддерживает отлично, все работает. Также у них есть расширение в Google Chrome, и, соответственно, вот видите, здесь я могу сделать DIPL-переводчик, перевести выделенный текст, и он мне переводит его на русский, ну, понятно, да, Python, язык программирования. Когда вы учите вообще компьютерными науками, да, занимаетесь, очень часто приходится лазить по сайтам, искать какие-то ответы. Чаще всего это на какой-нибудь, например, стакт оверфлоу, где как раз программисты общаются друг с другом, смотрят, да, что есть что, то есть, ну, общаются между собой. И, в общем, база данных, связанная с компьютерными науками, самая большая она на английском языке. Поэтому, конечно, если у вас есть сложности, например, с английским, то крайне рекомендую установить то же самое расширение DIPL, и оно вам прям сильно расширяет возможности для работы. Окей, теперь пойдем дальше. Сначала я вам покажу два чата, чат-бота, которые похожи на GPT. У одного внутри модели лежит GPT 3.5, у второго нет. Первый — это будет чат Sonic. У него внутри лежит GPT 3.5 модель. Также у него сверху реализована источник, да, то есть он также ищет в интернете не только на тех данных, на которых он обучился, но также и просто, да, запросы в интернете. Как я говорила, мы с вами будем их все тестировать, да, чтобы понять, какая у них разница, будем их просить вот что сделать. Напиши, напиши план по изучению Python. Обратите внимание, здесь есть вот такая кнопочка Enhance, и кнопочка Enhance позволяет вам сделать вот этот запрос, или как мы их еще называем, промпт, более детально. Нажимаем на Enhance. Он нам будет теперь немножко магии. И он нам сейчас распишет вот этот наш промпт на четыре слова, на вот такой огромный текст, да. То есть, смотрите, напишите подробный план по изучению. План должен включать план изучения. Правда, он уже пошел даже сам план нам писать. Сам план нам пока здесь не нужен, да, это он, конечно, перестарался. Но вот такое, да, видите, то есть я попросила просто план, а он говорит, напишите подробный план. План должен включать в себя то-то, то-то и то-то, конкретные цели и дедлайны для успешного выполнения каждого этапа плана. То есть вот эта кнопочка Enhance, она позволяет ваш промпт написать более понятным для машины. Давайте запустим, посмотрим, что он нам делает. Вот он вам говорит как раз, что все очень онлайн, то есть он также подключается к интернету и оттуда тоже забирает данные. Ага. И вот он нам составил, да, некий план. Обратите внимание, с русским языком в целом большие проблемы в плане интеграции, да, пока. То есть это все идет через перевод. В том же чате GPT, по-моему, около 0,1%, кажется, всех данных, на которых учился чат GPT, был на русском языке. Поэтому русский он понимает, да, делать перевод, но выдает нам по-английски. Опять-таки, да, не страшно, если у нас есть, например, там, Dipple, можем перевести. Костыль на костыле, понимаю, да, но в целом, да, это тоже нам позволяет общаться с машинами, если нам тяжеловато, например, с английским. Ну, соответственно, он нам говорит, да, начните там с basics, дальше у нас что-нибудь более, более и так далее, да, и там задайте цели и дедлайны. Мы, хотя его попросили, да, установить конкретные цели и дедлайны, и он, в общем-то, нам просто общими словами это написал. Ну, окей. Что здесь еще есть? Тут есть Play, который вам прочитает голосом то, что он написал. Также тут есть три sources, и это три источника, откуда он забрал нам эти данные. Ну, вот если вы посмотрите слева внизу, два — это Zen, один — это Hubbard. Ну, Hubbard, да, Zen — это, конечно, та еще история, да, насколько верифицированы эти данные. Это одна из вообще главных сейчас задач и вызовов, которые есть при разработке искусственных интеллектов. Ну, и давайте также протестируем. Напиши программу Hello World на Python. Не будем делать enhance, пусть он нам так расскажет, что он здесь. Конечно, вот пример, да, вот он нам написал тоже код. Вот, это то, что появилось с чатом GPT-3 в сервисе, они впервые представили, это то, что модель теперь также умеет писать код и, в общем-то, пишут его достаточно хорошо. Вот он нам говорит, вот пример программы, скопируйте этот код, да, и дальше с ним работайте. Окей, то есть какое было отличие от чата GPT? Во-первых, есть enhance, то есть можно свои промпты, да, он самостоятельно их пытается сразу развернуть максимально широко, вы их можете дальше подредактировать под себя, и таким образом вы делаете более, да, гибкую настройку. Также он, поскольку соединяется с интернетом, он вам будет отдавать источники, откуда он взял эти данные. Вот. В общем-то, это первый пример — это чат Sonic. Второй пример — это Hugging Chat. Hugging Chat — это разработка от стартапа Hugging Face, и когда, например, если вы придете к нам обучаться, мы тоже с вами будем смотреть на разные модели, в том числе модели-трансформеры, которые используются для обработки естественного языка, которые там размещены. Они размещены там, это open-source платформа, то есть вы можете все модели скачать, да, использовать их в своих целях, их подтягивать под то, что вам нужно. Например, у меня недавно слушательница защищала проект как раз на курсе по Data Science. Она делала связь, выявляла того, как в новостях, значит, тональность текстов относительно неких, да, брокеров, как это потом влияет на стоимость разных акций. Вот. И тоже использовали как раз с помощью Hugging Face, брали модель, ее достраивали, настраивали, и, в общем-то, это все делали. И вот недавно Hugging Face выпустил свой Hugging Chat. Это у нас с вами чат-бот, внутри которого лежит другая модель. То есть если до этого мы с вами смотрели чат Sonic и чат GPT, внутри них лежат модели GPT 3.5, то внутри Hugging Chat лежит модель Lama. И вот здесь, в общем-то, есть, рассказывается, что это такое, количество параметров, которые есть, количество параметров. Здесь у нас 70 миллиардов токенов и так далее, и так далее. Также важно ответить, что Hugging Chat — это open-source решение, то есть вы можете посмотреть код этого чат-бота. У GPT он скрыт, и его посмотреть нельзя. У Hugging Chat можно. Это одна из вообще проблем главных, этических, которые стоят перед нами в сфере образования, что мы не знаем, кто и как тренировал модели. И часто, когда тренируются модели, это так называемый black box, мы до конца не точно знаем, что происходит внутри, прежде чем она у нас обучается. И, соответственно, когда мы используем это в образовании, очень хорошо бы знать, какие есть байсы у наших моделей, кто их разрабатывал и что лежит внутри этой самой модели. Но мы сейчас с вами этические вопросы особо углубляться не будем, поэтому будем тестировать тоже Hugging Chat. Это у нас с вами уже другая модель. Ну, опять-таки, напиши план изучения Biden. И отправим. И он нам сделает веб-серч, я здесь сделала, чтобы он также посмотрел на веб. И вот он нам говорит. Опять-таки, я написала по-русски, он нам отдает по-английски. Давайте посмотрим, что он нам выдаст здесь. Ну, опять-таки, да, фундаментальные какие-то вещи Питона, практика, структура данных, объектно-ориентированное программирование в целом, да. Ну, вот он пошел уже дальше. Даже нам дата базы SQL дал, то есть более такой углубленный дал путь. Здесь есть книжки дает. Ну, кстати, как вы можете понять, что вам хорошо, хорошо у вас отрабатывает ваш чат-бот. Если он вам выдаст книжку Луца, изучаем Python, это считается как бы основой основ, да, значит, наверное, хороший чат-бот. Вот нам он не выдал Луца, но выдал какие-то другие книги. Здесь он вам рассказывает веб-серч, куда он сходил, что он забрал, да, вот все эти странички. И здесь он также вам отдает sources, да, откуда он взял что, и здесь есть две ссылки. То есть, опять-таки, отличие от чата GPT тем, что здесь у нас есть возможность получить также источники из интернета. Ну, и давайте тоже сделаем, напиши программу Hello World на Python. Посмотрим, насколько он нам здесь делает. Видите, тут он у нас уже аж четыре сайта нам выдал. А, ну вот видите, он пошел, он запомнил наш контекст, который у нас с вами был до этого, и написал вот эту нашу программу, да, вот Plan for Studying Python. Давайте я сделаю новый чат, чтобы он у нас все-таки как-то отработал на наш запрос. И посмотрим, отработает ли. Так, вот, он нам теперь отдает пример. И здесь, смотрите, да, то есть если вот у нас в чат Сонике был пример вот такой, да, то есть просто написано, что это, и говорит, просто скопируйте этот код в редактор. То тут он нам, видите, отдает такое большое подробное изучение, не изучение, а большой подробный текст, да, что и как использовано. Также у него есть источники, на которые он ссылался. Поэтому, в общем-то, кажется, что это такой более большой, ну, более подробный, наверное, ответ. Это был хаггинг чат. Следующее – это у нас с вами perplexity. Perplexity – это они себя позиционируют не как чат-бот, а позиционируют как поисковую систему, которая позволяет сфокусироваться. Я думаю, что многие из вас, когда, например, открывали Википедию и начинали смотреть какой-нибудь сайт и находили какие-нибудь ссылки, это называется кроличья нора, когда вы нажимаете на одну ссылку, на следующую, на следующую, на следующую, и, в общем-то, вы уже ушли от того, что вам нужно было, вас заинтересовали какие-то другие там ссылки, истории, персоны, и поэтому вы не сфокусировались на своей задаче, не нашли то, что вам нужно было. Вот perplexity – они себя позиционируют так, что избавляют пользователя от всяких ненужных ссылок. И, соответственно, вы делаете поисковый запрос к ним, и после этого они вам отдают ответ и несколько буквально ссылок, то есть как бы считают, что вы не уйдете куда-то еще. Ну, давайте напишем «Составь план изучения Python». У него есть Copilot, это тоже возможность, которая позволяет вам настраивать более точно запросы, то есть промпты, и после этого вы работаете с более точными вариантами. Но это не доступно в бесплатной версии, это доступно только в платной версии. Ну, вот что он нам говорит. Поставьте себе цели, выберите ресурсы. Здесь он нам дает вот такие ресурсы, на которых можно учиться. Составьте там себе скетчул, практикуйтесь, значит, зайдите в комьюнити. И вот он нам выдает ресурсы, на которых вы дальше можете посмотреть, что вы хотите, в общем-то, узнать. Ну, и давайте здесь также сделаем «Напиши программу Hello World» на Python. И вот он нам пишет, что нужно сделать, и говорит. Вот он нам сделал вот такой пример. В целом тоже объяснил, что и что. То есть, что все чат-боты объединяют, вы их можете спросить, чтобы они, например, объяснили вам какой-то кусок кода. В целом они это сделают достаточно достоверно, но, опять-таки, не всегда. Это связано с тем, что языковые модели, они умеют хорошо, красиво составлять слова друг за другом, но не понимают самого смысла. Но если мы с вами также еще получаем вот такие источники, в которых мы с вами можем тоже пройтись и посмотреть. Вот видите, там «Hello World», «Hello World», очевидно, что там будет что-то про эту программу. Соответственно, мы также с вами можем пойти на внешние источники и еще и там посмотреть, что нас интересует. Ну и дальше он там дает нам какие-то related, да, то есть что еще мы с вами можем по этому запросу сделать. Вот, то есть это такие вот три условных чат-бота, в которых вы можете общаться, и они еще, помимо чата GPT, да, еще также отправляют запросы в интернет. Следующее — это «Chat with PDF». «Chat with PDF» — это, в общем-то, работает с любыми методичками, с любыми учебными материалами, которые у вас есть, поддерживает, правда, только английский язык, но базово. Давайте я покажу. Здесь я вставлю из URL-ки. Это какая-то методичка по Python, честно говоря, просто ее нашла в Google Scholar. Он загружает сюда документ, у меня здесь 24 странички, вот они все. И здесь у меня, в общем-то, есть вот, да, чат, где я чатюсь только по этому документу. Вот, и он нам мне сразу предлагает, да, какие вопросы у вас могут быть по этому файлу. И вот мы у него спрашиваем, да, какие есть преимущества использования Python, а не других, например, языков. И он нам сразу также размещает, на каких страницах об этом написано. То есть, например, вот на первой странице он нам выделяет, да, откуда он взял это summary, что вот здесь у нас это все работает. Примеры какие-нибудь, да. Ну, вот здесь он нам говорит, что PDF-файл не особо нам дает какие-то специфические примеры, но вот, да, там, что действительно это в компьютинг. А дальше вот это, он тоже, внутри него зашита модель языковая. По-моему, тоже лама, но надо уточнить, честно говоря, не помню точно. Вот, соответственно, он тоже умеет это все компьютировать. Ну, и там вот, как я могу начать учить Python. И вот он нам здесь дает примеры. Эти примеры, опять-таки, основываются, могут основываться как на этом документе. Если он не нашел, то тогда он действительно нам будет самостоятельно это все добывать. Ну, вот здесь, видите, есть Learning Python by Mark Lutz. Значит, он в целом хорошо отработал. Вот. Ну, кстати, до этого вот у меня результаты, видите, стали другие. До этого, когда я тоже работала с этим документом, на вот этот вопрос он мне отдавал последнюю страницу, девятнадцатую, где, значит, были там ссылки на всякие ресурсы. Ну, какая-то из этих страниц. Где были ссылки на всякие ресурсы, да, и он работал. Это, в общем-то, о том, что пока еще у нас с вами модели нестабильные, не могут нам сразу все отдавать. Это был чат PDF. Работать только с PDF-ками. Чатитесь вы по PDF-ке и по ее теме. Дальше. WiseOne. Лично мне он очень нравится. И мне кажется, для всех, кто учится, и когда вы учитесь, хотите или не хотите, вам приходится работать с огромным количеством информации. WiseOne сильно сокращает время на то, чтобы получить главные мысли из каких-то доданных. Это бесплатное расширение в Google Chrome. Оно у вас натягивается, и вот здесь наверху появляется вот такой плагин WiseOne. Ограничение работает только с английским языком. Русский язык пока не поддерживает. Но вот, например, мы с вами находимся сейчас на страничке Python в Википедии. И вот здесь он нам сразу, видите, справа такие флажки www. Это флажки кросс-чекинга. Соответственно, он нам делает кросс-чек, валидацию того, что здесь есть, и дает ссылки на какие-то статьи, в которых можно было бы перепроверить эту информацию. Ищет он, естественно, просто по ключевым словам. И очевидно, что он не сам такой говорит, я проверил, это правда, или я проверил, это неправда. Нет, он дает еще несколько источников, где можно поискать информацию. Но это как бы ладно. Дальше. Также здесь, видите, у самой Википедии есть ссылки на какие-то материалы, ну, дальнейшие страницы. Но также он подчеркивает вот такими пунктирной линией все то, что он самостоятельно вам дает некий контекст. И вот вы можете просто наводить, и он вам говорит, что это такое. Берет он, правда, это тоже из Википедии. И вот здесь сбоку, внизу, у меня есть как раз этот виджет wise1, и он мне позволяет делать самарайз. То есть вот, смотрите, он мне сделал key takeaways, и вот у меня здесь три takeaway. То есть что вот у меня там, значит, Python, философия его и его создатель. И самарайз – это вот такой, да, текст на буквально пять строк, пять предложений, которые, в общем-то, и делает саммари всей этой огромной страницы. Она, правда, большая. Вот. То есть это очень удобно, если вы работаете с большими объемами данных на английском языке. Они поддерживают еще несколько языков, но не поддерживают русский. То есть вот на любой странице, в которую вы зашли, вы можете получить, во-первых, вот такие дополнительные подсказки, да, которые вам расскажут, например, там какие-то термины или что-то такое. Вам не надо это гуглить, да, вы просто навели свой курсор, и вот у вас есть эти данные. Ну и, конечно, саммари. Мне кажется, это очень здорово. Тут есть кнопочка на скопировать, да, и можно очень быстро выцеплять какие-то, по крайней мере, да, главные идеи. Это был WiseOne. Также из таких программ, которые делают саммари, да, из бесплатных, по крайней мере, это одно из самых удобных, наверное, расширений, но еще вам хотелось бы показать одно платное расширение просто про возможности. Это называется Team Smart AI, и это компания, которая, в общем-то, работает агрегатором разных искусственных интеллектов в свой, в общем-то, один, да, сервис. И они вам предоставляют порядка 50 ботов, ну или виртуальных, да, помощников, которые вам позволяют, там, работать, например, с разработкой ваших продуктов или помогают вам со здоровьем, помогают составить план диеты, помогают составить, там, список встреч и так далее, и так далее. То есть они берут, собирают, да, из разных-разных-разных AI-сервисов, которые уже есть, да, их как-то агрегируют в один, и вот предоставляют вам вот таких ботиков, с которыми вы можете работать. Это тоже очень удобно, но, конечно, цена кусается, да, на Starter Plan это 30 долларов в месяц. В год это 650 долларов, да, но мне показалась эта идея прям классной, то есть у вас есть вот в одном сервисе более 50 разных ассистентов, которые вам позволяют и писать, и вставлять маркетинговые планы, и анализировать, и делать саммари, и так далее, и так далее. Вот. И также последнее, что я вам покажу, то есть я думаю, что вы заметили, что те сервисы, которые я вам показываю, они не специализированы для образования, да, то есть это не то, что у нас там чат GPT для эдюкейтеров. Нет. Почему так? Это на самом деле то, над чем сейчас, например, работает очень сильно ЮНЕСКО. Они недавно выпустили огромный гайдлайн по тому, как дальше будет развиваться искусственный интеллект в образовании. И в том числе они отметили, что уже начинают создаваться сервисы, которые являются эд-GPT, то есть эдюкейшн-GPT, дженератив при трейн-трансформе, трансформерс. То есть это ресурсы, да, сервисы, внутри которых лежат как раз-таки искусственный интеллект, и они решают задачи только конкретных каких-то направлений обучения. Примером уже готовым является math-GPT. Здесь мы сейчас продолжим как гость, и у них тут есть несколько примеров, как это работает. То есть этот GPT работает только с математическими примерами, он больше ничего не делает. Соответственно, сюда вы кидаете картинку, да, или пишете текст как, ну, то есть какая-то ваша математическая проблема, дальше он вам ее решает, да, и говорит, какой у вас здесь будет ответ. Сюда можно кидать в написанные файлы, он тоже их распознает, и также можно у него спрашивать, да, что я вот не понимаю вот эту часть, пожалуйста, объясни мне побольше, и он вам объясняет его побольше. Ну, и тут тоже третий вариант, да, тоже, что вот, значит, найдите то-то, 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 и он нам говорит, да, что здесь у нас неверные какие-то вычисления, он их проверяет и говорит, да, что действительно я сделала ошибку. В общем-то, это то, о чем пишут вам сразу везде внизу, что GPT могут давать неверные результаты. Опять-таки, это связано с тем, что это не какой-то сверхмощный разум, а с тем, что это, в общем-то, просто языковая модель, стахастический попугай. Вот, дальше, так, сейчас, секунду, секундочку, секундочку, вернусь. Да, соответственно, вся эта презентация вам будет разослана после занятия. Что еще, да, то есть вот мы с вами посмотрели... Я вернулась, да. Вот, соответственно, мы с вами посмотрели на разные модели, да, и, в общем-то, видно, что они никак не, да, не работают исключительно на обучение или на исследование. И здесь как раз приходит, да, prompt engineering, и, естественно, у нас есть некие общие, да, понятия, там, про prompt engineering, что надо простой язык, нужны примеры, нужен контекст, нужна итеративность и так далее. Но я бы хотела обратить ваше внимание на Microsoft, которые разработали два онлайн-курса. Первый — это вообще про генеративный искусственный интеллект для начинающих. Там есть блок 4 и блок 5, которые используются исключительно для промптов. А также у них есть курс Prompt for Education. Давайте я его сейчас вам покажу. Мне кажется, это прям очень круто. Вот оно. Вот он Prompt for Education. Что здесь есть? Они создали для четырех ролей. Это те, кто, в общем-то, занимаются обучением, студенты, и административный персонал. Для staff и административных пока еще там ничего нет, но они вроде как разрабатывают. Вот здесь, например, есть роль студентов. То есть когда мы с вами учимся, неважно чему, мы с вами, скорее всего, студенты. И они разработали здесь вот некоторое количество промптов, которые помогают вам настроить модель так, чтобы она общалась с вами, как со студентом. То есть здесь, например, есть ментор, который вам позволяет... Ну, в общем-то, да, writing mentor, то есть вам позволяет, помогает вам что-то написать. Вот у вас вот такой промпт, да, то есть они это, ну, сделали уже за вас. Вы его берете, копируете, да, и вот они это тестировали на Azure. В общем-то, да, хорошо. Дальше у нас тут есть tutor. И tutor, он нам будет, например, вот такой промпт, нам позволит настроить машинку таким образом, чтобы она позволяла, да, то есть задавала нам вопросы, говорила, насколько это понятно, давала какие-то задавающие, да, уточняющие вопросы, наводящие какие-то тезисы. Еще мне нравится, что здесь есть адвокат дьявола, и это тогда, когда вы пытаетесь, да, пошатнуть ваши тезисы, которые есть, и он пытается вас заставить сомневаться во всем, то есть для того, чтобы у вас был более такой, да, всестороннее развитие того, что есть. Сейчас я вернусь в презентацию, минуту. Вернулась. Вот. Вот. Ну и, да, это, конечно, все здорово. Вот у нас есть всякие искусственные интеллекты, да, которые нам могут быть действительно помощниками. И, в общем-то, понятно, зачем мы с вами ставим цель, чтобы достичь желаемого результата, но не всегда понятно, с чего вообще начать и как к этому прийти. Ну, напомню, я думаю, многие из вас знают эту методику. Она называется «Смарт-цели». «Смарт-конкретные», да, то есть возьмите, ставьте конкретные цели. Чем она у вас более детальная, тем легче вам будет работать над ней. Потом, что цели у нас должны быть с вами измеримыми, да, то есть какой-то KPI надо ставить, чтобы понимать и измерять, да, свою стратегию и темп работы. Дальше они должны быть достижимыми. Ну, как бы трудно поставить перед собой задачу, да, например, сделать какую-нибудь свою AdGPT, да, до конца года. Это очень дорого, это нужна команда, да, это, в общем-то, ну, скажем так, не очень реалистичная цель. Поэтому стоит, да, например, что до конца года я там изучу, да, глубинное обучение, узнаю, что такое нейронные сети и как с ними вообще работают. Дальше они должны быть релевантными. С релевантностью, мне кажется, основная вообще проблема в обучении, когда хотите чему-то научиться, да, и беретесь вообще за все. То есть, видите, там надо и, ну, да, условно, да, хотите научиться программировать, заодно берете какой-нибудь еще HTML, CSS, заодно и SQL, и вот это вот все, да, и как бы, ну, расплывается, в общем-то, основная цель. Поэтому цели должны быть, конечно, релевантными. Ну, и ограничения по времени. У каждой цели должен быть срок исполнения, иначе это у нас с вами обучение английскому языку в течение всей жизни, да, и невозможность на нем заговорить. То есть это, в общем-то, то, чем, я думаю, многие страдают. Ну, и из последнего, что я покажу, связанного с искусственным интеллектом, это Notion. Они недавно внедрили AI тоже к себе в систему. Сейчас я вам расшарю. У них есть, на самом деле, всякие разные шаблоны. Вот здесь в разделе Templates, которые вам позволяют там to-do-листы делать и так далее, и так далее. То есть это все, ну, возможности, которые у них есть. Я думаю, что многие из вас видели, да, что и что. Но здесь, сейчас я вам покажу, add a page, и у них тут есть start writing with AI. То есть здесь можно писать, да, и он может вам тоже делать summary, action items, translate, что-то улучшить, да, поменять тон, например, но, опять-таки, с русским не работает. Какие-нибудь там brainstorm ideas, да, то есть какие-нибудь там вещи, да, или, например, там action items, а это на этой странице, это не то. У них есть, например, вы можете сделать to-do-лист, to-do-лист about, например, learning Python language. Пусть будет Python. И вот вам AI, да, напишет вот такой to-do-лист, то есть что нужно сделать, там, документацию, Python-туториал. Понятно, что их тоже придется, да, переписывать под себя. Тем не менее, это решает проблему боязни чистого листа. Когда вы открываете, вот вы хотите вроде научиться Python, да, но очень сложно, и вы составляете, вот, например, такой какой-то план и дальше работаете с ним. То есть вот даже встроенный в Notion искусственный интеллект помогает вам как-то собраться, да, и все-таки начинать изучение. И здесь я также оставила источники, из которых я брала часть информации, особенно связанную с образованием, поэтому вам эта презентация будет выслана, вы можете на нее посмотреть. Особенно рекомендую посмотреть на отчет ЮНЕСКО. На самом деле очень интересно, что же, чем же, как бы, о чем переживает сфера образования, связанная с искусственным интеллектом. Вот, это основное, что я хотела вам рассказать. И теперь я готова ответить на вопросы. Давайте я сейчас пойду по чату и посмотрю на вопросы, и отвечу на них. Так. Какой сервис вы могли бы посоветовать для научных исследований? Смотрите, с научными исследованиями достаточно сложная ситуация. То есть то, что сейчас существует, это обычно графовые решения. То есть, например, сейчас я, наверное, вам скину в чат Connected Papers. Это очень помогает с... Сейчас скину, кидаю в чат. Connected Papers. Он помогает с выборкой разных научных статей, как они связаны, что с ними делать, да, и что с чем вообще залинковано, какие исследования, да, куда ведут. Что-то такое научное, чтобы уже сейчас могло, например, за вас сделать literature review? Нет, к сожалению, пока-пока нет. Гайдлайн ЮНЕСКО про дальнейшее развитие будет в презентации. Мы вам скинем. На каком ресурсе можно получать актуальную информацию о новых проектах AI, их обсуждении, разбор плюс-минус? Ну, смотрите, есть, например, РБК-тренды, у которых есть отдельный раздел про искусственный интеллект. У них, конечно, немножко так попсово, то есть очень, ну, как сказать, очень по-простому, да, но у них вот такое есть. У нас на сайте Центра непрерывного образования мы тоже делаем разные интервью с разными, да, то есть нашими, в том числе, сотрудниками IT-персоналами, которые есть. Еще мне нравится сайт Hacker News, кажется, он называется. По-моему, да. Hacker News или Hacker, да, Hacker News. И там как раз вот собираются всякие разные технологии, которые, cut-edge технологии, да, на которые можно посмотреть, которые можно изучить, так что думаю, что вот эти ресурсы. Коллеги, может быть, кто-то из вас тоже поделится ресурсами, на которых вы можете посмотреть. Какой сайт посоветовали бы для юристов? Елена, к сожалению, это, конечно, выходит за рамки моих компетенций по юридическим сайтам. Насколько я знаю, отдельных пока GPT для юристов нет, но могу ошибаться, к сожалению, вне моих компетенций. Прекомендуйте сайт с подготовкой презентации на основе подготовленного текста. Есть Slides.go, который делает буквально за вас презентацию. Сейчас я тоже, наверное, в чат напишу Slides.go. Slides.go. У них недавно это появилось. Вы им задаете тему презентации, которую вы хотите, и вам создают прям буквально, включая уже текст этой самой презентации. Там можно это, конечно, настроить, чтобы это было без текста. Это бесплатно, но там есть ограничение по количеству слайдов, по-моему, максимум 14 слайдов. Генератор латех текстов не попадался? Нет, что-то с генератором латех текстов не попадался, но я думаю, что в целом любой, наверное, трансформер более-менее как-то справится. Так. Вот Connected Papers скинула, Slides.go тоже в чат скинула. Насколько эти сервисы хуже, чем используют просто чат GPT? Ну, смотрите, то есть чат GPT – это, конечно, state-of-the-art model, то есть это то, к чему стремится вся индустрия, добиться таких же результатов, получается, не у всех. Все остальное, по сути, это, да, наработка над уже существующей моделью. Тот же Яндекс GPT разрабатывает, у них самая сейчас большая коллекция данных на русском языке, на котором они обучают свою модель. Они тоже уже реализовали ее как чат-бота. Вот. Так что в целом, да, можно пользоваться просто чатом GPT, не заморачиваясь, но если вы делаете какие-то более, мне кажется, такие структурированные штуки, то вот лично я часто хожу в Hagen Chat, мне больше нравится, как он агрегирует информацию, и, конечно, пользуюсь промптами от Microsoft, потому что действительно он помогает сильно настроить модель на то, что нужно именно мне. Российская практика им не знакома. Российская практика вообще мало каким сейчас моделям знакома, поэтому здесь, да, соглашусь, это делается. Коллеги, я опять, кажется, вылетела, да, теперь вроде бы должна была вернуться обратно, да. Прошу прощения, на самом деле я не туда нажала, и меня, в общем-то, выбило. Так, дальше. Дальше. Еще какие-нибудь российские разработки, кроме Яндекс.GPT? Смотрите, у нас есть ROOT GPT, это разработка Сбера, русифицированная модель GPT. У Сбера есть хороший сервис скандинский, который генерирует изображение, но он не генерирует тексты. В общем-то, сейчас, наверное, на российском рынке это, ну, Яндекс.GPT – это самое лучшее из того, что есть. Что скажете по сравнению антиплагиата Вышка с другими сервисами по обнаружению искусственного интеллекта? По-моему, он гораздо хуже. Ну, смотрите, вообще распознать текст, который написал искусственный интеллект, очень сложно. До сих пор нету тот же OpenAI, выпускал свою модель, которая как раз занималась обнаружением того, что написал искусственный интеллект, а не человек. И у них в итоге порядка, по-моему, 28% была успешность определения. И более того, очень легко обмануть вот такие сервисы, когда вы ставите, например, там тройные пробелы или много-много точек или где-нибудь там опечатку поставили, все, у вас автоматически маркируется ваш текст как тот, который написан человеческим языком. Поэтому я бы в целом сказала, что сервисы по обнаружению искусственного интеллекта невозможны. Ну, не то, что невозможны, они не смогут все-таки определять то, что делают наши студенты в том числе, поэтому кажется, что логичнее переосмыслять задачи, которые мы им даем, чем пытаться их словить на том, что они что-то, в общем-то, делают с искусственным интеллектом. Ссылку на антиплагиат Вышки. Вышка использует всероссийскую систему антиплагиат.ру, и просто у них есть корпоративная подписка по университет. Алексей, по-моему, уже отвечал на этот вопрос, говорила про РБК-тренды и про хакер-ньюс, по-моему. Так, а я вам транслирую. Нет, не транслирую. Так, вот так. Хакер-ньюс, по-моему, сейчас секунду, если найду. Хакер-ньюс, да. Вот, хакер-ньюс – это такая агрегатор новостей, где в том числе пишут про разные новости, связанные с тем, что происходит сейчас вообще в компьютерных науках, и оно там такой нишевый, то есть он сделан так, как бы в стиле, наверное, нулевых годов, вот. Но, в общем-то, классный ресурс, с которым тоже можно поработать. Да, в РБК-трендов у них есть раздел про искусственный интеллект, и они там, как бы, ну, какие-то новости, которые есть, они там в том числе про них пишут. Ага. Коллеги, есть ли еще вопросы какие-нибудь? Вообще, сегодняшний вебинар особенно интересен для меня, потому что именно сегодня у меня выключили горячую и холодную воду дома, поэтому рассуждать про замечательный мир искусственного интеллекта сегодня как-то особенно приятно этим вечером. Вот. Окей, окей. Есть ли ресурс, который может помочь сделать обзор литературы для научных статей? Вот я выше скидала connected papers, еще вот Татьяна делится papers with code. А, это датасеты, на которых обучение, да, проходится. Ага, спасибо. Так, про научные статьи. Сейчас, минуточку, я посмотрю, у себя у меня была одна из вкладочек. Сейчас я прям найду вам быстренько, быстренько-быстренько найду, чем я пользуюсь, когда работаю с научными всякими штуками. Так, вот, вот то, что у меня есть. Кидаю вам в чат. Вот, проблема с... Ну, вот, то есть максимум это чат... Ой, чат PDF, то есть про выжимку, да. Да, выжимку как таковую я не встречала, чтобы делали хорошо. Поэтому максимум это вот как раз сбор. Угу. Ага, вот с нами делается AI 101 for teachers. Спасибо, это, правда, очень важный ресурс, да. Спасибо. Так. Когда у Яндекс.ГПТ окончилось обучение? Когда они его перестали тренировать? Слушайте, на вскидку так не отвечу. Но они, по-моему, чуть попозже, чем... Чат ГПТ стали их тренировать. Вот, но у них, конечно, меньше объем данных, на которых они тренировали, заметно меньше. Но это и стоит вычислительных мощностей, конечно, больших. Коллеги, это снова я нажала не туда. Прошу прощения. Так, окей. Есть ли еще вопросы? Или, может быть, кто-нибудь тоже вот здесь делится замечательными ссылками. Может быть, кто-то тоже может поделиться с нами ссылками. Обогатим друг друга разными инструментами, которые мы можем использовать в обучении и исследованиях. Окей, спасибо вам, что присоединились. Есть ли рекомендации по AI, которые хороши в работе с текстами на русском и, например, хорошие его разметки? Хорошо в работе с текстами на русском. Боюсь, что здесь не смогу вам подсказать ничего такого прям хорошего. Возможно, стоит посмотреть на модели, которые работают с русским языком. Есть модель, кажется, называется Достоевский. Она, в общем-то, может там тональности, например, определять русского языка. То есть можно посмотреть в эту сторону. Готовых сервисов, по крайней мере, я не смогу сказать. Вот еще давлю ссылку на гигачат. Вот гигачат Сберовский. Сама не работала с ним, но нужно, я думаю, изучить. Вот говорит Михаил, что мощная вещь. Будем изучать. Окей, тогда давайте завершать. Спасибо вам большое, что подключились этим вечером к нашему вебинару, который организовал Центр непрерывного образования в факультете компьютерных наук. Если вдруг вы решите к нам прийти, то я буду видеть вас очень рада на занятиях, которые у нас будут начинаться уже 8 ноября. Вот. Желаю вам хорошего вечера. И, в общем-то, давайте вместе осваивать искусственный интеллект. Я думаю, что это всем нам будет полезно. Это точно надолго с нами. Так что лучше будем учиться дружить с этими технологиями. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok